Вот, кстати, вам очень важный момент, который называется рассмотрением любого положения в Священном Писании в контексте, а не вырвано. Взять вот это одно – и всё. А если вы посмотрите евангельский контекст, то вы крайне будете удивлены, когда Христа арестовали, привели во двор первосвященника, когда плевали, издевались над ним, вдруг один как-то очень сильно ударил его по щеке. Реакция какая Христа! Он подставил другую, да? Нет? Нет? Ай-яй-яй! Вы слышите, как он ответил? Если я не прав, скажи, что я не прав. А если я сказал правильно, за что бьёшь меня? Когда речь идёт, вот эти вот слова подставь другую щеку, то учтите, всё Евангелие, оно написано языком того времени, того народа. А весь этот язык какой? Весь язык приточный. Вот это восточные народы. Они отличались и отличаются до сих пор этим. Вот этой метафоричностью. И в данном случае речь о чём идёт-то? Вот семья, например. И вдруг кто-то, она или он, вдруг тебя ударил словом так, что здесь можно всё ответь и развод. И всё пропало твоя жизнь, всё рассыпалось. Если ты сможешь удержаться, да ещё сказать, ой, извини, да, я оказался неправ. Хотя на самом деле, может, прав, убеждён. Извини, всё утихло, всё успокоилось, а потом в спокойной обстановке можно и поговорить, объяснить, кто прав и кто виноват. Удар! Это же удар по щеке! Тут вспышка! Разум весь! Знаете, в гневе разум помрачается. Надеюсь, все это понимают. Помрачается разум! Поэтому совет всех мудрых людей никогда не принимай решения, когда ты разгневан. Успокойся! И потом уже принимай решение. Так и здесь. И здесь, когда ударили по щеке, ты весь взорвался. Не реагируй! Не решай сейчас! Если можешь, сил хватит, скажи, извини, прости, уйди, но успокойся. Это в этом смысле подставить другую щеку, а не в прямом. А насчёт прямого смысла, я вам скажу, прямого смысла, в прямом смысле, это могут сделать только люди, достигшие действительно безстрастия. Они могут, подобные Серафиму Саровскому, они могут подставить и другую щеку, но не мы. Не мы. Это надо запомнить. А нам вот так нужно поступать. Спасибо. Продолжение следует...